В России и в Словении подводят итоги визита Владимира Путина. Во время переговоров в узком и расширенном составе главы двух государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, развитие двусторонних отношений, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом. В программе визита особое место заняла историческая часть. Центральным событием стало открытие в Любляне мемориала российским и советским воинам, погибшим на территории Словении во время двух мировых войн. Очень эмоциональной была церемония на высокогорном перевале Вршич, где уже сто лет стоит часовня, которую все славянцы называют русской. Она возведена в память о сотнях солдат русской армии, которые попали в плен во время Первой мировой войны. Словения входила тогда в состав Австро-Венгерской империи, воевавшей с Россией. Наши пленные строили в горах дорогу и погибли при сходе лавины. Владимир Путин почтил память соотечественников. Президент заявил, забвения и переписывание истории недопустимы. Он поблагодарил славянцев, которые хранят общую память наших народов. Я от всего сердца, от всей России, от себя хочу поблагодарить Словению и славянцев за то, что вы делаете для сохранения памяти о жертвах, которые мы все вместе, и в том числе Россия, принесли на алтарь победы не только в Первой мировой, но и во Второй мировой войне. Я хотел бы выразить искреннюю признательность руководства Словении, членам общества «Дружба Словения-Россия», другим общественным организациям, всем славянцам за бережное отношение к нашей общей истории, за память о российских гражданах, судьба которых оказалась связанной с трагическими событиями на славянской земле. Хотел бы поблагодарить за искреннее стремление и усилие по укреплению фундамента европейского единства, на котором и должно строиться будущее Европы. Редактор субтитров А.Семкин